День с толком Кубок мира по гребле все-таки наш В официальном письме краю ответили Барнаул примет международное состязание Сегодня международный день бармена Отмечают ли его на рабочем месте Представители этой творческой профессии Бить однозначно сильнейший Из юных боксеров Сибири всю эту неделю Проводят на ринге 24 человека, в том числе трое детей, эвакуировано Накануне вечером в Барнауле вспыхнул пожар В девятиэтажке на Павловском тракте Когда спасатели прибыли на место Горела квартира на втором этаже А дым уже распространился на соседние помещения Сложность заключалась в проезде Это блокирование личным автотранспортом Непосредственно при домовой территории Ну и также наличие плотного задымления на этаже К слову, ее хозяина, который надышался дымом Госпитализировали в отделение токсикологии Остальных жильцов пожарные оперативно эвакуировали В тушении было задействовано 16 единиц техники И больше 40 человек Спасатели, медики, энергетики и полицейские Предварительная причина пожара По оценкам специалистов Неосторожное обращение с огнем В селе Алтайском Оказывают помощь жителям многоквартирного дома Где 24 января обвалилась часть крыши Как сообщает региональное управление печати В день обрушения на место выезжали местные власти Они уже нашли строительную организацию Которая оперативно проведет ремонт Восстановление крыши обойдется собственникам в 600, а то и 700 тысяч рублей Это значит, каждой квартире придется заплатить по 20-25 тысяч Дело в том, что у дома нет управляющей компании Поэтому расходы на содержание жилья и его ремонт несут собственники Компенсацию от соцзащиты получат лишь малоимущие, инвалиды, пожилые люди, а также ветераны Великой Отечественной Однозначно быть Директор школы Олимпийского резерва Погребли на Байдарках и Каноэ сообщил нам Что Кубок мира 2021 года пройдет именно в Барнауле Несмотря на санкции Международного Олимпийского комитета Об этом говорится в письме генсекретаря Международной Федерации Каноэ на имя губернатора Он пишет, что запрет ВАДА на проведение мировых чемпионатов в России На этот Кубок мира не распространяется Поэтому риска отмены нет По словам директора школы Олимпийского резерва Постройка на Грибном канале продолжится Весной на берегу, противоположном от базы Будут делать парковку для зрителей Трибуны на 3000 человек В планах расширения дороги А внутри на базе там будут дополнительно строить еще эллинг для хранения лодок Потому что парк лодок должен быть больше И медицинский центр, который будет использоваться ВАДАЦом для забора анализов на допинг Напомним, на подготовку к спортивным соревнованиям из бюджета края выделили 500 миллионов рублей Кубок мира пройдет в начале июня 2021 года Зрелично и эмоционально В эти дни в Барнауле проходит юношеский турнир по боксу Сибирского федерального округа 200 первоклассных боксеров разыгрывают путевку на чемпионат страны Подробнее расскажет Валентина Аскерова Хук справа, слева неожиданный правый боковой и соперник повержен На ринге 15-летние боксеры Это сибирский турнир памяти Владимира Будрика На ринг выйдет почти 200 спортсменов Кулаками они пробивают путевку на чемпионат страны Дерутся честно, удары головой в спину запрещены Иначе дисквалификация, зрители и тренеры не сдерживают эмоций Чтобы показать красивый умный бой, ударов не хватит Нужно до мелочей продумать тактику и досконально изучить технику соперника Я смотрел дома бои, свои, бои своего соперника И уже знал, что мне сделать в ринге Пару минут напряженной битвы, затем мини-отдых, чтобы элементарно отдышаться Советы тренера и опять схватка Эмоции, конечно, радость, выиграл Почему бокс? Ну, нигде так красиво не машется руками, как в боксе А чего нельзя делать перед боем? Перед боем? Пить газированную воду, лимонады всякие Веситься нельзя В основном нужно спокойствие Почетный гость турнира, олимпийский чемпион по боксу Сабиров Шамиль Алтаевич У нас он не впервые за мастерством юных спортсменов следит пристально Говорит, уровень растет А вот российский бокс оставляет желать лучшего Не хочу расстраивать мне еще жить Поэтому я думаю, что советский бокс был намного сильнее Ну, что создает атмосферу, конкурентная среда создает В те времена были и казахи с нами боксеры, и украинцы, и узбеки, и киргизы Была очень конкурентная среда И чтобы выиграть соревнования, это было труднее, чем выиграть Европу Было чемпионат СССР Бокс – это один из сложнейших видов спорта Отмечают тренеры Тут ты сам за себя В отличие от того же популярного хоккея Тем не менее, все больше родители отдают своих детей в боксерские секции На Алтае в последнее время этот вид спорта в особенном почете у девчонок Валентина Аскерова, Николай Шилко День с толком Если пить, то красиво Без барменов тут не обойтись А сегодня они отмечают свой профессиональный праздник Поздравляют обычно с иронией Между тем, это ремесло требует высокой концентрации И умения находить общий язык с любым человеком Полина Жданова познакомилась с основателем школы бармена в Барнауле И узнала об особенностях этой профессии из первых уст Молоко для капучино или латте нагревать максимум до 70 градусов Оно будет сладковатым и приятным При мудрости приготовления напитков Андрей Соксаев Бармен с 20-летним стажем рассказывает своим ученикам Их у него уже полтысячи Бармен это же не просто человек, который готовит напитки А это еще собеседник, который становится Впоследствии так другом, товарищем Наших постоянных посетителей на протяжении всей их жизни Андрей прошел путь от официанта до руководителя школы барменов Говорит, если человек хочет подработать Ему не обязательно знать тонкости мастерства Но тот, кто решил стать профи Должен понимать, что учиться придется всю жизнь И у многих такое складывается отношение Что вот, да легко, что там, не пришел, побалдел На самом деле там очень большой спектр таких нюансов Когда из маленьких деталей составляется То есть вроде со стороны смотришь легко На самом деле это наработан опыт Кстати, в Барнауле все больше людей, кто может оценить этот опыт У нас развивается культура питья, говорит Андрей В городе стало больше крафта Люди идут в бар и не напиваться, а дегустировать Если раньше мы готовили только микс-дринки какие-то простые Сейчас мы все-таки стали углубляться И делать какие-то действительно интересные напитки Кстати, Андрей создал коктейль «Маракеш», который вошел в топ-10 напитков России А его команда попала в книгу рекордов страны Приготовив самый большой безалкогольный мохито на 100 литров Как считает бармен, это не предел достижения Новые рекорды он и его ученики планируют ставить на ближайших соревнованиях Которые пройдут в апреле Полина Жданова, Алексей Фризин, День с толком Завершаем выпуск приятной новостью Наш телеканал запускает розыгрыш ко дню всех влюбленных У вас есть вторая половинка? Или вы только решаетесь признаться кому-то в своих чувствах? А может вы давно искали выход своим творческим амбициям? Сделайте это с помощью толка И выиграйте ужин на двоих в индийском ресторане «Ом Шанти» Подробности розыгрыша читайте на нашей странице в Инстаграм Не скупитесь на чувства и признавайтесь в любви А на этом у меня все Через несколько секунд узнаете о погоде Спонсор прогноза – компания Валар До встречи!